Фирмой Carl Zeiss в 1941 году Впервые для практического применения были синтезированы кристаллы твердых растворов галогенидов одновалентного талия, получившие условные наименования КРС-5 и КРС-6, что в переводе с немецкого означает «кристаллы из расплава». В 50-е годы в Советском Союзе кристаллы КРС-5 стали выращивать в Государственном институте редкометаллической промышленности, который является разработчиком редких, редкоземельных и полупроводниковых материалов. С 1963 года на Пышминском опытном заводе Гиридмет, в настоящее время Урал Ридмет, на базе металлургического цеха начал создаваться новый технологический участок по выращиванию кристаллов КРС. Производство кристаллов КРС-5 и КРС-6 включает следующие технологические процессы. Получение хлорида, бромида и одида одновалентного талия, их очистка методами направленной кристаллизации и вакуумной дистилляции, получение шехты из индивидуальных галогенидов одновалентного талия состава точки минимума на диаграммах плавкости систем КРС-5 и КРС-6, очистка полученной шехты методами направленной кристаллизации и вакуумной дистилляции. Перечисленные процессы относятся к традиционному способу получения кристаллов КРС-5 и КРС-6, однако в настоящее время существует и другой способ получения шехты, гидрохимический, названный термозонной кристаллизацией синтезом. Далее, из полученной любым из перечисленных способов шехты, производится выращивание кристаллов методом Бриджмана-Стокбаргера, их химико-механическая обработка, регенерация отходов и аналитический контроль. Процесс получения бромида и одида талия включает прямой синтез из элементов на установке КБ-869, который сводится к взаимодействию расплавленного металлического талия с бромом или йодом по следующим реакциям. 10 кг талия очищают от окисной пленки и загружают в стакан из стекла пирекс, который устанавливают в металлическую реторту печи синтеза. В верхнюю часть стакана помещают ампулу с йодом и закрывают реторту. Для предотвращения образования трехвалентного талия и цементации примесей на металлическом талии количество йода рассчитывают с 10% недостатком. Ампулу с йодом подсоединяют к баллону с инертным газом – аргоном. За 5 минут до включения печи начинают подачу газа. Процесс ведут при температуре 500-550 градусов Цельсия в течение 6-9 часов. Регистрация и контроль температуры осуществляются с помощью термопар. Аналогично проходит синтез бромида талия с тем лишь различием, что емкость с бромом находится на водяной бане и вынесена за пределы установки КБ-869. Хлорид талия получают гидрохимическим методом по реакциям, которые вы видите. Процесс очистки индивидуальных коллагинидов хлорида и бромида одновалентного талия проводят в установках направленной кристаллизации в течение 48 часов при температуре 450-480 градусов Цельсия и скорости перемещения ампул 3-4 мм в час. Очистку едида одновалентного талия проводят методом вакуумной дистилляции. Для этой цели ампулы с солями помещают в реторту установки, создают вакуум и включают нагрев. Процесс идет в течение 7 часов при температуре 480-500 градусов Цельсия. Соли кристаллизуются в верхней части ампулы в виде полого сливка. Сливки освобождают от стекла и разбирают по степени прозрачности на 4 сорта. Нулевой сорт направляют на получение твердого раствора КРС-5, а сорта 1, 2 и 3 на повторную очистку вакуумной дистилляции. Чистые соли бромида, хлорида и одида талия взвешивают в соответствии с составом твердых растворов и в общем количестве 20 кг загружают в стаканы из стекла Пирекс и далее сплавляют в установках вакуумной дистилляции. Сплавление КРС-5 проводят в вакууме, а КРС-6 на воздухе. Процесс очистки твердых растворов состава КРС-5 проводят в запаянных ампулах методом направленной кристаллизации в вакууме, а КРС-6 на воздухе. Очистку ведут при тех же технологических условиях, что и для индивидуальных глагинидов одновалентного талия. Затем слитки КРС-5 и КРС-6 обтачивают по образующей на токарном станке, отрезают загрязненную верхнюю часть, а чистую часть слитков направляют на выращивание кристаллов. Представленные технологии синтеза и очистки индивидуальных глагинидов талия и их твердых растворов являются трудоемкими, энергозатратными, длительными и имеют низкий выход продукта на конечной стадии. Выход шехты для выращивания кристаллов КРС-5 составляет всего 18%, а КРС-6 – 26%. С целью повышения выхода продукта в 80-х годах прошлого века на Пышминском опытном заводе Керитмет был разработан гидрохимический способ получения сырья для выращивания кристаллов КРС-5 и КРС-6. Там же было создано промышленное оборудование для его реализации. В методе термозонной кристаллизации синтеза процессы синтеза и очистки твердых растворов глагинидов талия совмещены. Из таблицы мы видим, что выход шехты для выращивания кристаллов КРС-6 составляет 94%. Научным руководителем всех работ по производству кристаллов КРС являлся главный инженер завода, кандидат технических наук Флегонт Николаевич Козлов. А новые разработки внедрялись в производство на участке солевых монокристаллов под руководством мастера Андрея Владимировича Зелянского, ныне генерального директора Урал-Редмета. Основными исполнителями были аппаратчик Маргарита Ивановна Лумпова, технолог Нина Михайловна Хомякова и другие. Рассмотрим подробнее метод Бриджмана Стокбаргера и его аппаратурное оформление на примере промышленной установки, которая состоит из двух камер, разделенных кольцевой диафрагмой и расположенным на ней зонным нагревателем. Камеры представляют собой верхнюю и нижнюю зоны корпуса печи, которая находится в открытом состоянии при загрузке или разгрузке, и в закрытом состоянии в процессе вывода ее на режим, выращивания монокристалла и его отжига. А теперь рассмотрим процесс работы печи и роста монокристалла изнутри. Перед вами печь в разрезе. Верхняя и нижняя зоны представляют собой полые цилиндрические корпуса, между внутренней и внешней стенками которых набита коалиновая вата. Вата обеспечивает теплоизоляцию конструкции. На внутренней поверхности по высоте каждой зоны расположен нагреватель из нихромовой проволоки. Еще один зонный нагреватель в виде спирали, выполненной из нихрома, находится в верхней части нижней зоны. На неподвижной относительно двух зон стойке устанавливается подставка, куда помещают контейнер с ампулами. Температура процесса контролируется шестью термопарами, три из которых расположены на зонах печи, а три – на ампуле. Температура верхней зоны печи должна быть на 50-60 градусов выше температуры плавления кристаллизуемого вещества, а температура нижней зоны – ниже температуры плавления на 100-120 градусов. Такой раздельный нагрев обеих зон печи возможен в установках, предложенных стокбаргером. При заданном температурном режиме шехта расплавляется, затем включает перемещение печи относительно неподвижно установленных ампул и происходит рост кристалла. На графике изображен температурный профиль на пути следования ампулы с расплавом и растущим кристаллом. Температурный перепад между камерами и фронт кристаллизации находится на уровне кольцевой диафрагмы. А, В и С, Д – температурные профили для нижней и верхней зон печи соответственно. В, С – температурный профиль для зонного нагревателя. Скорость роста кристалла отвечает скорости передвижения печи. Кристаллы диаметром до 40 мм выращивают в условиях конкурирующего роста за счет геометрического отбора, в результате которого в конкурентной борьбе выживает единственный кристалл. Кристаллизация начинается в более узкой части ампулы, и кристалл-победитель заполняет все поперечное сечение, а затем и всю широкую часть ампулы. Кристаллы большего диаметра выращивают на ориентированных затравках. Заключительной стадией производства оптических кристаллов является их обработка, которая включает вырезание заготовок на токарном станке, химическое просветление кристаллов с целью выявления брака по внутренним дефектам и трещинам. Для проведения процесса шлифования кристаллы наклеивают на планшайбы и шлифуют электрокорундовыми порошками различной зернистости. В качестве смазочно-охлаждающей жидкости используют водную суспензию этих порошков в соотношении твердая к жидкому как один к одному. Для снятия напряжений в кристаллах проводят отжиг и полируют их на синтетических алмазных порошках. Аналитический контроль осуществляют на всех технологических этапах. Химический состав шехты и выращенных кристаллов, а также содержание катионных примесей определяют методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой. Используемый для этой цели прибор CIRUS производства фирмы SPECTRA имеет чувствительность метода, составляющую 10 в минус 5-10 в минус 2%. Кроме того, катионные примеси в кристаллах контролируют методом атомно-эмиссионной спектроскопии с дуговым возбуждением SPECTRA. Газовые примеси в кристаллах, такие как кислород, сера, азот, углерод, определяют на газоанализаторах ON900 и CS800 производства фирмы Eltra. Данный метод имеет чувствительность порядка 10 в минус 5-10 в минус 4%. Оптические свойства кристаллов представлены в таблице. Монокристаллы применяются в качестве оптических элементов в приборах инфракрасной техники, акустооптики, лазерной техники, а также для изготовления из них методом экструзии инфракрасных волоконных световодов. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон»